В этом доме проживает Константин Студилко. С женой в разводе задолжал своим детям 200 тысяч рублей. Прописано в Тольятти у супруги, у бывшей. Живу здесь. Когда бумажка пришла об элементах, она мне даже ничего не сказала. Я всегда виделся с детьми, с ней всегда виделся. Она мне ничего не говорила. А потом я узнал, что большая задолженность по элементам. Я сразу с тобой хочу. Дети мои. Я от детей не отказываюсь. Житель Самары Виталий Михеев тоже не платил элементы и накопил задолженность в 180 тысяч рублей. Потому что не работал. 180 тысяч. Не такая уж и большая. Обычно элементы составляют 25% от зарплаты на одного ребенка и 30% на двух детей. Но судья может назначить фиксированную сумму выплат. Так происходит, если заработная плата отца нестабильна или он является индивидуальным предпринимателем. Как Алексей. Сумма его долга составляет 27 тысяч рублей. Говорит, январь выдался тяжелым и розничная торговля напитками не принесла большого дохода. Бывшая жена подала на Алексея в суд. Я не уклонист от алиментов. Всегда плачу. До этого, пока мне не поступило требование, ребенок проживал у меня полтора месяца. И периодически она мне приезжает. Так что я постоянно с ней и исполняю свои родительские обязанности. Просто моя супруга там захотела. Думала, что я типа уклоняюсь от алиментов. Но поступила пересчет и оказалось, что я наоборот переплатил. Соответственно, новое судебное постановление, что мне платить по алиментам. Если отец задолжал своему ребенку, судебные приставы выписывают постановление о запрете выезда за границу. Еще одна эффективная мера – запрет на управление автомобилем. Если должник у нас работает, то необходимо сразу же направить постановление. И в течение месяца уже происходит перечисление денежных средств работ. А так, если должники у нас не работают, то им необходимо, можно скорее трудоустроиться. Потому что исполнение документа судебного решения, то оно немедленного исполнения. То есть у них даже двух месяцев особо и нет. Должникам я бы предложила просматривать на сайте ФССР, имеются ли у них долги. И обращаться к судебному приставу исполнителю по адресу, где находится их пристав. Объезды неплательщиков алиментов проходят еженедельно и приносят свои результаты. В 2023 году после визитов судебных приставов должники Самарской области выплатили больше миллиарда рублей своим детям. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.